Всем большой привет, друзья! Как-то раз в одном из прошлых видео я рассуждал о том, какой могла бы быть будущее Диабло, и пошутил, что это будет батл-рояль для мобильных телефонов. И у меня для вас с Близзкона отличная новость. Новая Диабло не будет батл-роялем. Я сейчас, друзья, нахожусь в гостиничном номере в городе Анахейм, в Калифорнии, где проходит Близзкон, поэтому я под впечатлением, естественно, видео записывается в немножечко нетипичных для этого канала условиях, в полевых, можно сказать. И все, что происходило на Близзконе, я видел, щупал в новую Диабло, в Диабло Иммортал, так она называется, играл. Да, друзья, это игра для мобильных. Но о ее мобильности, что, безусловно, наверное, самое интересное, самое обсуждаемое, самое спорное, чуть-чуть позже, давайте начнем с более нейтрально окрашенных фактов, что перед нами за игра. Диабло Иммортал рассказывает о событиях между окончанием Диабло 2, Lot of Destruction, и началом Диабло 3. Вы помните, что Диабло 2 заканчивается на том, что Тироэль разбивает своим волшебным мечом оскверненные камни мироздания, чтобы спасти человечество, которое было построено этим камнем мироздания, а Диабло 3 начинается с того, что Тироэль все тоже в защиту человечества, все тоже в рамках его вечного самопожертвования падает на Землю, на Тристрам, естественно. Тристрам — это, знаете, такой диабловский Нью-Йорк. Все инопланетяне всегда вторгаются в Нью-Йорк, все Тироэли падают в Тристрам. И разница между Диабло 2 и Диабло 3, хронологическая, составляет 20 лет. 20 лет прошло. Что там происходило, толком мы не знаем, и об этом-то нам рассказывает Диабло Иммортал. Мы не только узнаем, мы еще и поиграем, и посмотрим своими глазами, что там происходило. Так что очевидно, что я оказался неправ, когда делал ставку на ремастер Диабло 2 в этот Близкон, на анонс ремастера, но оказался прав, когда думал, что Близзарды не будут развивать этот бесконечный цикл перерождения Диабло, его 100 015 смерть раз за разом, цикл за циклом, он все не умирает и воскресает, и это уже становится даже немножечко не смешно. И думал, что, наверное, будут развивать историю вширь, а не ввысь. Будут делать, может быть, приквелы или спин-офф, и, пожалуйста, перед вами спин-офф. И, как вы уже, несомненно, успели убедиться, догадаться, наблюдая просто хотя бы за тем, что происходит на экране, Диабло Иммортал очень сильно похожи на Диабло 3. Это все те же знакомые персонажи, это знакомые места. Может быть, номинально они другие, но они составлены из знакомых нам вещей, из знакомых нам предметов, из знакомых декораций. Это, как правило, уже известные нам скиллы, умения. Все мы это уже видели в Диабло 3, просто это на новой платформе, в новых комбинациях. Ну, то есть, понятно, что это другая игра, и невооруженным глазом заметен отпечаток мобильности на геймплее. Здесь другие ракурсы возникают время от времени, другие решения геймплейно-механические. Но, понятно также, что скелет вот всего этого взят из Диабло 3. И, в принципе, можно даже и не сразу сказать, что вы видите на экране Диабло 3 или Диабло Иммортал. Если вы не очень хорошо знакомы с каждой из этих игр, можно и по-первости перепутать. Даже те же персонажи. Здесь есть играбельные, вот те, за которых можно было поиграть на этом Белисконе, это варвар, чародейка и монах из Диабло 3. А, скажем так, неиграбельные, которые, в принципе, в игре есть, и которых нам показывали, но за которых пока что играть не позволили, это Некромант, Охотница на Демонов и Крестоносец. И, кстати, если судить по внешнему виду, то это не просто классы, знакомые нам по Диабло 3, это персонажи из Диабло 3, что немножечко противоречит лору, потому что впервые все эти люди встречаются в начале Диабло 3, что они уже могут делать вместе до начала Диабло 3. Но, бог с ним, с лором, можно до бесконечности спекулировать на тему лора. Вернемся к более осязаемым вещам, к геймплею. На Белисконе во все это можно было поиграть. Стояли стенды, многочисленные, на них были закреплены мобильные телефоны, куча людей, желающих в это поиграть было, стояла очередь. Я ее отстоял, минут 5-10, наверное, это заняло. Не очень много, в принципе. Окей. Не бывает коротких очередей на Белисконе. Это супер популярное мероприятие, мы об этом отдельно поговорим в видео, которое будет целиком посвящено Белисконе, а не только анонсу по Диабло. Очереди везде. И добрался я в какой-то момент до стенда с Диабло Иммортал. Управление происходит, как можно догадаться, двумя руками. Левой рукой мы отвечаем за движение. Правой рукой за все остальное. За прожимание скиллов, за подбор предметов, за надевание этих предметов. И да, система лута, видимо, будет примерно такой же, как и в предыдущих Диаблах. За взаимодействие с предметами, за разговор. За все-все-все отвечает правая рука. За движение отвечает рука левая. И в целом, как ни странно, довольно удобно. Поначалу чуть-чуть непривычно, но гораздо менее непривычно, чем можно ожидать, когда видишь, ну, в корне просто другую систему управления, казалось бы, той же самой игрой. Удобство это, правда, наверное, достигается за счет упрощения очень многих вещей, потому что, понятно, экранчик маленький, действий нужно совершать много по-прежнему. И, конечно же, нужно эти действия упрощать, или хотя бы сокращать их количество, их интенсивность по возможности. И в этой связи еще не все вопросы были решены. В частности, на тестовых стендах был отключен инвентарь. Посмотреть в него было нельзя. Можно было предметы надевать просто найдя, нажимая пальцем на всплывающую иконку этого предмета, без инвентаря. Каким он будет, посмотрим. Как сумеют его оптимизировать, самому интересно. И, к слову, в тему упрощения, в тему сокращения количества действий, мне показалось, что предметов выпадает гораздо меньше, чем в привычных нам PC-версиях Diablo. Я думаю, именно для того, чтобы мы реже нажимали на всплывающие иконки с этими предметами, чтобы мы меньше отвлекались на подбор лута. Он просто реже выпадает из монстров. В этом есть смысл. Но в целом система лута, судя по всему, та же, что и раньше. А вот героического режима в Diablo Immortal не будет. Blizzard объясняет это тем, что мобильные технологии пока еще не готовы к такому уровню ответственности, что все еще высока вероятность разрыва соединения. Так что о хардкорном мобильном гейминге речь пока не идет. Над игрой обещают беспрестанно работать, добавлять новых персонажей, новые локации. Вот знаете, стоят на сцене разработчики, в якобы шутливой форме рассуждают. Вот хочу, чтобы, говорит один, добавили в игру ассасина из Diablo. А другой говорит, а вот хочу, чтобы колдуна из Diablo 3. Ну понятно, что не случайно. Вот не только что они придумали, я думаю, эти пожелания. Так что, вероятно, нас ждет микс персонажей из разных частей Diablo в Diablo Immortal. А тут давайте вспомним, что у Blizzard уже в Ходсе есть Амазонка, новая ее версия. Вряд ли случайно это уже есть в Ходсе Мефисто. Тоже вряд ли не просто так он взялся там, не просто так на пустом месте для Ходса только Мефисто разработали. Уверен, что это такая кросс-веселенская, такая кросс-игровая наработка. И, кстати, совершенно замечательный синематик. Его, естественно, заминусовали в качестве реакции на жанр, на то, что это мобильная игра. Но сам в себе синематик потрясающий. Вот, казалось бы, уже потолок достигнут. Уже вот нельзя делать синематики еще лучше. А таки можно. Вы посмотрите на эти детали, на то, как схвачены движения, как мелочи проработаны. Потрясающе просто. Но, да, играть мы будем не в синематик, поэтому займемся все-таки этой скользкой, такой противоречивой, но очень важной темой мобильности Diablo Immortal. Ждали ли мы, просили ли мы мобильную Diablo? Ну, очевидно, что нет. Вряд ли кто-то спал и грезил из фанатов Diablo о мобильной Diablo. Вряд ли это были чьи-то мечты. И довольно часто Blizzard слушают, что хотят фанаты, что хотят игроки, и предлагают им новые продукты, будь то игра, что происходит редко или патч, что происходит частенько, балансные разные правки, новый какой-то контент. Очень часто они предлагают это в угоду уже имеющемуся спросу. Сейчас, я думаю, что они пытаются нас перевоспитать. Они, наоборот, пытаются сформировать этот спрос. В соответствии с собственными интересами, не нужно быть слишком уж большим маркетологом, чтобы увидеть, что мобильный рынок растет, что в нем есть колоссальный потенциал, и что Blizzard захотят, это было ясно с самого начала, стать частью этого рынка, закрепиться на нем хорошенько. Не было понятно, что они захотят закрепиться на нем мощностями Diablo. А то, что они в принципе захотят закрепиться на мобильном рынке, мы догадывались. И помните, мы недавно в одном из видео обсуждали, что Blizzard, похоже, пытаются поставить в каждом значимом для них жанре по одной своей игре. И я думал, что Diablo будет отвечать за направление RPG с фокусом на синглплеер. MMORPG это WoW, а скорее синглплеер на RPG это Diablo, классический RPG, это Diablo. Может быть, Diablo будет отвечать за мобильные игры. Но это сейчас чистой воды спекуляции, это просто мои догадки. Надеюсь, нет. Почему Blizzard так нравится мобильный рынок? Мы этого, может быть, не замечаем, но мобильный рынок, я тоже об этом однажды уже говорил, чрезвычайно привлекательно выглядит на азиатских рынках. Там реально очень много играют именно на телефонах. Мы, может быть, не играем так много, но мы не в Китае с вами живем. А Blizzard-то смотрит на картину свысока, они видят весь мир и видят, что в Китае спрос колоссальный. И тут самое время сказать, что Diablo Immortal разрабатывается китайской компанией NetEase, которая издает уже много лет все Blizzard-ские игры в Китае. То есть это их давний китайский партнер. И, вероятно, я не самый внимательный зритель всех близконов на свете. Но вот лично я не помню ни разу, чтобы на сцену, на главную сцену Близкона выходили китайские разработчики и на китайском общались с аудиторией. Да, через переводчика, но на китайском. Я китайской речи, китайского языка с главной сцены Близкона не слышал. Я не против, пожалуйста. И я думаю, пришло время совершить, попытаться хотя бы совершить этот сложнейший трюк и попытаться отрешиться от контекста. Естественно, забыть полностью про контекст, наверное, невозможно. Контекст существует. Это во многом причина, по которой нам нравится Diablo. Мы играли в детстве в Diablo 1. Некоторые из нас играли в Diablo 2. Это уже немножечко другой возраст. У меня Diablo 2 пришлась на старшие классы. И с Diablo 3 мы уже познакомились тоже довольно давно. Но и она уже тоже успела стать определенной вехой. И именно из-за этих трех игр, особенно из-за первых двух, мы ждем Diablo 4, назовем ее условно Diablo 4. Без контекста этого хайпа бы не было. Не было бы этого ожидания. Но если все-таки представить, что в словосочетании Diablo и Immortal нет слова Diablo. Хорошая ли это мобильная игра? Друзья, да, я думаю, что это хорошая мобильная игра. Она качественно сделана, в нее приятно играть, ею приятно управлять. По крайней мере, согласно тому, что я успел пощупать за эти 15 минут щупания игры на стенде и смотрения на демо-версию на экране. Просто никто не ждал мобильную игру. Никто не просил мобильную игру. Но если быть непредвзятым, что невозможно, я понимаю, но если все-таки постараться быть непредвзятым и постараться быть справедливым, то игра-то хорошая. Но хотели мы другого. И тут я хочу затронуть еще один важнейший момент, потому что, обсуждая Diablo и Immortal, мы, хотим мы этого или не хотим, еще обсуждаем заодно и вообще будущее Diablo как серии, как франшизы. Я не стану здесь долго переливать из пустого в порожнее. До Блескона много-много раз. На Блесконе много-много раз. И потом еще в куларах после Блескона. Четко, абсолютно, говорилось, что множество проектов во вселенной Diablo сейчас находятся в работе. И только какие-то проекты были анонсированы. В частности, был анонсирован Diablo и Immortal на Блесконе. Но множество проектов, не анонсированных, по вселенной Diablo сейчас находятся в работе. Не будут же они все для мобильных телефонов-то, в конце концов. Хотя, конечно, сложно спорить с тем, что мы очень долго ждали какого-то внятного анонса, почему-то хотя бы принципиально новому во вселенной Diablo. Не нового патча, не нового сезона тематического, не косметических предметов, а нового продукта, большого или маленького. И в итоге получили не то, чего ждали. Но это, конечно, подрывает боевой дух и объясняет это ратио, это соотношение лайков и дизлайков на официальных трейлерах. Это понятно. Но это все из разряда вещей субъективных. Все это просто несоответствие наших ожиданий с тем, что мы получили. А объективных проблем очень мало. Объективная проблема только одна, я считаю, у мобильной Diablo. Она заключается в том, что нам Diablo 1, Diablo 2 и в какой-то степени даже Diablo 3 дороги атмосферой. Это же было полное погружение в Diablo 1. Мы спускались в этот собор, и не персонаж наш спускался. У нас комната погружалась, пространство вокруг нас погружалось в этот собор, в эту тьму с этими предметами плюс один к радиусу света, с этим роскошным саундтреком. Когда в Diablo 2 в первом акте шел дождь, дождь шел у нас над головой, мы мокрые сидели за компьютером, на клавиатуре нажимали на клавиши мокрыми от дождя пальцами. Когда мы впервые в жизни спускались в этот сестринский монастырь в первом акте, какой мандраж нас охватывал. Понятно, что мы были моложе, неопытнее, игры было меньше, впечатлить нас было проще, но это, я уверен, не все. Дело в том, что если просто и коротко, и банально, размер экрана имеет значение, если мы держим в руках телефон, если мы в руках держим вселенную, вся эта вселенная маленькая, мы ее полностью контролируем, ну хотя бы психологически, даже если там происходит то, что нам не подконтрольно, это все в наших руках, это все под нашими пальцами, как пластилин гнется. Это мобильная игра, она мобильная, она по определению маленькая. В ней сложно утонуть, в ней сложно раствориться, сложно представить себе, что ты как в кинотеатре забываешь, что ты сидишь на кресле, и что вокруг тебя на самом деле стена, а вот не тот, там, не знаю, дикий запад, который происходит на экране. Да, для погружения в этот мир вымышленный, ты должен быть маленьким, а мир должен быть большим. Ну, по крайней мере, если информация подается визуально. Понятно, что если мы читаем книгу, там уже другие совершенно механизмы работают, если мы слушаем музыку тоже, но игры это все-таки визуальный продукт во многом. И мобильные игры, на мой взгляд, лишены по определению той атмосферности, что была в первых двух частях Диабло, и давайте уж признаем, что и в третьей атмосфера кое-какая тоже была. Мобильная игра может быть блестящей, и вот ничего ты с этим все равно не поделаешь. Такой атмосферы там не будет. Это там маленький экран, это телефон, он у тебя в руках. И напоследок скажем, что многое еще не известно о Диабло Иммортал. Будет ли эта игра бесплатной? Если да, то как она будет монетизироваться? И скоро это когда? Когда она выйдет? И помните, друзья, Диабло нельзя убить, потому что она Иммортал. Редактор субтитров А.Семкин